Итак, давайте продолжим. На прошлых занятиях мы с вами стали обсуждать такую важную тему, что привлекает людей в спорте, почему, несмотря на очевидные достоинства занятием фитнесом и физической активностью, многие люди не занимаются спортом, что мешает заниматься спортом, что вынуждает людей прекратить заниматься спортом. И после этого мы приступили с вами к тому, что начали описывать теории, которые объясняют спортивное поведение. И мы начали с вами с теории ценности собственного здоровья, которая объясняла вовлечённую занятие спортом как некую функцию, зависящую от того, как человек оценивает риски, связанные с пассивной жизнью, и как он оценивает пользу, которую он получит, если он начнёт заниматься спортом. Мы с вами обсудили эту модель и вкратце поговорили о её достоинствах и недостатках. Сегодня мы рассмотрим ещё две модели, или одну модель и её расширение. А на следующем занятии мы подойдём к самой интересной и интригующей на сегодняшний момент модели, модели транстеоретического, которая называется транстеоретическая модель. Об этом поговорим на следующем занятии. Вот. Значит, сегодняшняя тема нашего урока – это теория намеренного действия и её расширение – теория запланированного поведения. Итак, теория намеренного действия появилась в 1976-м. Некоторые учёные говорят в 1977-м, а некоторые в 1980-м. В общем, это не принципиально. Где-то в это время появилась она благодаря работе Айзена, и Фишбайн. Итак, в 1976-м году, скажем, Айзен и Фишбайн разработали первую модель теории намеренного действия. Итак, из чего состоялась эта теория? Да, конечно, статья была, описание теории достаточно сложное, непростое, но нас интересует основная её идея и основные её моменты. Итак, теория постулировала следующую вещь, что основной детерминантой поведения, то есть основной детерминантой физической активности является намерение. То есть, смотрите, нас интересует физическая активность, да? Индивида, физическая вовлечённость, вовлечённость в спорт, физическая активность. Так вот, согласно теории намеренного действия, главным фактором, который влияет на физическую активность, является и что иное, как намерение заниматься и продолжать заниматься спортом. Вот такая, с виду, относительно простая модель, да? Там звучало всё более сложно, но, в принципе, основная идея была в следующем. Намерение является основной детерминантой физической активности. Да? Хорошо. А от чего зависит намерение, да? То есть, как сформируется намерение заниматься спортом, да? Или продолжать заниматься спортом, или начать заниматься спортом. Так вот, намерение, как правило, зависит уже от двух величин. Они зависят от личных установок индивида и от его социальных норм, окружающих его социальных норм. Итак, намерение формируется или зависит от личных установок установок индивида, участника и от социальных норм. В оригинальной статье социальные нормы были названы субъективными нормами, но более тут подходящий перевод как социальные нормы. Итак, по большому счету, физическая активность вовлечения и вовлечения в спорт и поддержание постоянной физической активности зависят от двух параметров. От личных установок и от социальных норм. А что такое личные установки? Установки. Личные установки по своему содержанию могут быть положительные и отрицательные. И они являются ничем иным, как переживанием человека, его мыслям, мотивом по отношению к спорту и упражнениям. То есть личные установки могут быть положительные, могут быть отрицательные. И это есть не что иное, как переживание, отношение человеку к спорту, к физической активности и все, что с этим связано. Например, у девушки могут быть личные установки положительные, потому что она думает, что если она начнет заниматься спортом, она похудеет, будет выглядеть более стройная, более подтянутая, более красивая, и к ней будут, допустим, лучше относиться окружающие. Благодаря всему этому комплексу когнитивных процессов ее мыслей, таких планов, которые она строит, у нее могут сформироваться позитивные личные установки. Что же такое социальные нормы? Социальные нормы – это те представления человека о том, поддержит ли его желание заниматься спортом окружающие его значимые ему люди. Как правило, значимыми людьми являются близкие друзья, супруги, дети, близкие родственники и также иногда и коллеги по работе. Итак, все это близкое окружение, оно также влияет на намерение, то есть на то, насколько человек ощущает поддержку от своих близких людей, может влиять в итоге на то, будет ли заниматься человек спортом и продолжит ли он заниматься спортом, если он уже начал. Да, вы помните, на одном из уроков мы обсуждали с вами, насколько важна роль супруга или супруги, когда один из двух человек занимается спортом и хочет влечь второго. Помните, мы обсуждали с вами несколько очень интересных исследований. Итак, и социальные нормы, и личные установки формируют намерения, влияют на намерения, которые, в свою очередь, являются самым лучшим параметром, который предсказывает будущую физическую активность, будущую физическую вовлеченность и так далее. Какие можно простые выводы сделать из этой модели? Чем больше человек, например, в среднем, чем большую социальную поддержку человек чувствует, тем больше шансов, что он будет заниматься или продолжит заниматься. Чем более положительные личные установки, тем также больше шансов, что человек продолжит и будет заниматься. Соответственно, на что может повлиять тренер? Тренер может повлиять на увеличение положительных социальных установок, на уменьшение отрицательных. И также, как правило, тренер или психолог может узнать, кроме того, что он узнает у человека о его желании заниматься спортом, о том, что его привело, почему человек хочет заниматься спортом, как правило, стоит задать вопрос, а что думает ваше окружение о вашем желании спортом? И может быть, возможно, что основная проблема Неперехода к физической активности Она находится не здесь, а здесь Потому что раз человек уже пришел к тренеру Или к спортивному психологу Или вообще оказался в спортзале Вполне возможно, что здесь у него достаточно хороший плюс А здесь не хватает Все это надо узнать в процессе беседы Итак, что мы знаем про Какие данные известны ученым Про модель, про теорию намеренного действия Известны следующие вещи В принципе, эта модель неплохая Она неплохо себя показала С точки зрения предсказания будущей физической активности Но, как показали следующие исследования Эту модель можно улучшить И улучшая эту теорию Мы приходим в теорию запланированного поведения Разумеется, так как у нас есть Мы можем построить более лучшую теорию Более лучшую модель Мы переходим к ней Нет смысла пользоваться старой Хоть и адекватной, но не самой лучшей теорией Если нам известна более лучшая теория Итак, Янис в 1994 году показал Что модель можно улучшить Если внести в нее новый параметр Параметр персонального контроля Который называется «Я могу» Итак, напишите тут Янис в 1994 году показал Что если мы уже расширяем модель намеренного действия Переходим потихоньку к теории запланированного поведения Итак, в 1994 году Янис показал Что введя параметр Назовем его так неформально «Я могу», а именно ощущение персонального контроля Можно улучшить предсказательную и объясняющую силу модели То есть то, насколько человек ощущает в своих силах контроль За тем, что он может начать заниматься Что он будет продолжать заниматься Все это влияет на то, насколько он Что он на самом деле начнет заниматься На шансы этого И на том, что он продолжит заниматься И будет длительное время это делать Итак, соответственно Теория запланированного действия Она также была разработана Айзеном Чуть позже Но уже в паре с другим исследователем Итак, в 1986 году Айзен и Маден Айзен и Маден В 1996 год улучшили модель намеренного действия Теорию намеренного действия И назвали свою модель Теорией запланированного поведения Что они добавили? Они добавили уровень субъективного контроля И что такое субъективный контроль Более так интуитивно Это то, насколько человек верит И знает в свои способности Начать заниматься спортом Увлечься спортом И продолжать заниматься в течение длительного времени Как создается уровень субъективного контроля На чем он основывается? Как правило, он основывается на прошлом На наших прошлых знаниях Если человек знает, что он уже 20 раз пытался начать заниматься спортом И все 20 раз терпел неудачу То у него внутренний уровень субъективного контроля Будет достаточно низкий В то же время, если человек из прошлого опыта знает Что, например, вот захотел бросить курить И с третьего раза смог Захотел там, не знаю, ходить в бассейн И хожу в бассейн То у такого человека может быть достаточно высокий уровень Субъективного контроля Который увеличит шансы На благоприятные вовлечения в спорте Поддержание физической активности Поэтому, кроме того Что тренер узнает И мнение окружающих По решению заниматься спортом И ближайших родственников Также тренеру строят узнать О прошлой истории занятия спортом Она может тоже дать Нужную пищу для размышлений И для будущих рекомендаций Итак, давайте схематически нарисуем модель Изобразим модель запланированного действия Существует несколько Более-менее принятых чертежей Схем этой модели Одну из них вы можете найти в интернете Это оригинальная модель, предложенная Айсеном Мы рассмотрим одну из ее модификаций Которая не меняет суть модели Итак, спортивное поведение Это самое главное Это то, чего мы хотим достичь От каких параметров Зависит спортивное поведение Иногда его называют позицией Я тренируюсь Я тренируюсь Итак, от каких параметров зависит это состояние Как мы с вами уже сказали Оно зависит, например, от прошлого опыта спортсмена От каких еще Оно также зависит от психологических факторов От психологических черт характера Итак, давайте нарисуем следующим образом Самый главный фактор Который мы уже видели в прошлой модели Это намерение заниматься То есть без намерения заниматься Если оно нулевое, практически ничего невозможно Давайте давим то, что нам не нужно Потому что у нас будет большой рисунок Итак, намерение заниматься Оно является самым главным Тем ключевым фактором По дороге к позиции Я тренируюсь От чего зависит Намерение заниматься Оно зависит от тех вещей Которые мы с вами сказали От воспринимаемого От субъективного контроля Субъективный Контроль Это та переменная Которую мы с вами добавили То, насколько человек воспринимает Что в его силах контролировать Все, что происходит с его желанием Заниматься спортом Насколько это в его возможностях Он может себя заставить Себя убедить Или себя смотивировать Начать заниматься спортом И продолжать заниматься спортом Итак, следующий параметр Это, как мы уже говорили с вами Он также унаследован из первой модели Это личные установки Занимающиеся Личные установки по отношению к спорту Личные установки По отношению к спорту К физкультуре По отношению К спорту Я вам напоминаю, что спортом Мы называем с вами не только профессиональный спорт Но и любую физическую активность В том числе занятия фитнесом Зарядка и так далее Итак, мере заниматься Оно зависит от личных установок От субъективного контроля И оно влияет на спортивные поведения Или позицию Я тренируюсь Социальная поддержка является третьим параметром И вот это вот, то, что мы сейчас нарисовали Это и есть минимальная модель запланированного поведения Так она была сформулирована Азином Когда они ее построили Личные установки по отношению к спорту Социальная поддержка Субъективная поддержка И субъективный контроль От всей ситуации Который включается также в прошлый опыт Все это напрямую влияет на намерение заниматься А это в свою очередь В общем предсказывает Спортивное поведение Индивида В будущем И настоящем Чуть позже Так, доказательная сила этой модели Была достаточно хорошая Исследования показали, что Она обладает большой предсказательной Полезностью И может предсказывать и объяснять Почему человек занимается Или бросает занятия И о чем говорят эти параметры Они говорят в общем-то следующую вещь Что если большая социальная поддержка То это положительно влияет на спортивное поведение Положительное преобладание положительных личных установок Также положительно влияет на спортивное поведение И ощущение субъективного контроля над происходящим Все в моих руках Я спогу Я справлюсь Я справлялся ранее Справлюсь и сейчас Неудача меня не сломит Все это также положительно влияет На шансы повлечься И продолжить И начать заниматься Спортивным деятельностью Какие исследования подтвердили Корректность этой модели Например Исследования Можно я упомяну два исследования Одно из них провел Мамер в 1999 году Мамер В 1999 году Он показал Что пловцы Которых все эти три параметра Были сильно развиты и положительны Ощущение контроля Верой близких И социальной поддержкой Верой близких в их победу А также Личные положительные установки Преобладающие над Отрицательными Так вот Мамер показал В своем исследовании Что такие пловцы Достигли намного Более лучших результатов И занимались более часто И более эффективно Чем пловцы У которых один из этих трех параметров Или два Были значительно ниже После этого Мак Произвел Провел Мета-анализ Мак Провел мета-анализ Мета-анализ Работа посвященных Эффективности этой модели И пришел к выводу Что Да, эта модель Достаточно эффективна И более эффективна Чем предыдущая модель Например В одном из исследований Как проверяли Как добились Увеличения эффективности С помощью Социальной поддержки С помощью увеличения Социальной поддержки Или Также влияли На личные установки Например Было такое исследование В котором Испытуемым Раз в две недели Посылали Емей Согласно модели Посланные раз В две недели Емей Увеличивают Немножко желание Заниматься Так как влияют На намерения Такое воздействие На намерение С помощью Емейлов Всего лишь раз В две недели Напоминание Тренера Приходите заниматься У нас новый тренажер И так далее Это уже Увеличило Эффективность И вовлеченность Спортивное поведение Это проверил В своем исследовании Парад В 2008 году Относительно Новый исследователь Да Итак Давайте еще раз Посмотрим На эту модель И прежде чем Мы ее расширим Поговорим Как в общем-то Ей можно пользоваться И как ей пользоваться Значит Как мы уже сказали Модель предназначена Для прогнозирования Будущего Физического Спортивного поведения И оценки шансов Того Что индивид Начнет заниматься Или будет продолжать Заниматься Как Более точно Как работает эта модель Айзен разработал Протоколы С помощью которых Можно оценить Уровень Субъективного контроля То есть у нас будет Некое число Характеризующее Уровень Субъективного контроля Можно оценить Личностные установки По отношению к спорту С помощью Некого другого числа И также можно оценить Социальную поддержку С помощью Третьего числа Айзен разработал Систему тестов Опросников Которые позволяют Получить все Три оценки Тут И зная Эти три оценки Мы можем Более-менее эффективно Предсказывать Будущее спортивное Поведение Одного человека Или же сравнивать Его шансы На положительное Спортивное поведение По отношению К другому Все эти протоколы Как именно Попрос задавать И что делать Айзеном Задокументированы И вы можете найти У него на сайте Все эти опросники Соответственно Для ученых Открылся дополнительный способ Исследовать эту модель Получили тут Много-много-много Посмотрели Как это влияет На спортивное поведение Поменяли тут параметры Так что получились Другие числа Посмотрели Как это влияет На спортивное поведение Посчитали уровень корреляции Взаимосвязь Ага Появилась новая идея Может быть Эту модель Стоит расширить Может быть Стоит убрать И так далее Работая с этой моделью Ученые постепенно Ее подтверждали А некоторые ученые Пришли к тому Что стоит эту модель Расширить И так появилась Расширенная модель Запланированного поведения Которую мы с вами Сейчас рассмотрим Расширенная модель Запланированного поведения Включается Дополнительные Следующие параметры А именно Прошлый опыт Прошлый Опыт Физической активности Прошлый Прошлый опыт Физической активности Может влиять И на намерения И на субъективный контроль И на личные установки И на социальную поддержку Да Может быть Что Прошлый опыт Физической активности Был настолько неудачен Что например Там я не знаю Человек сломал ногу Теперь его близкие Не поддерживают И социальная поддержка Из-за этого будет Маленькая А может быть Наоборот Прошлый опыт Был настолько положительный Что и социальная поддержка Ростки теперь Еще больше поддерживают Итак Прошлый опыт Физической активности Может влиять И на намерения И на каждый из этих факторов В той или иной степени Сами эти факторы На прошлый опыт Влиять не могут Потому что он уже произошел Следующим дополнительным Является Спортивная самоэффективность Еще один дополнительный фактор Который ввели Это Спортивная Или физическая Спортивная Или физкультура Физическая Спортивная Самоэффективность Самоэффективность То, насколько эффективным Ощущает человек Себя способным Если он будет заниматься Сможет ли он заниматься Да? Насколько Как это влияет на его самооценку На его чувство Самокомпетенции Все вместе связано Да? В том числе И самоэффективность Насколько человек Ощущает себя Что он сможет Эффективно заниматься Спортом Не взирая на Другие какие-то Сложности И преград Итак Спортивная самоэффективность Также Влияет На намерение Заниматься И Есть ученые Которые показали Что она еще Эта спортивная самоэффективность Может напрямую Также влиять На спортивное поведение Кроме того Что она влияет Еще и на намерение Косвенным образом На спортивное поведение Она может напрямую Влиять На спортивное поведение И В новой модели Также решили добавить Еще психологические черты Индивида Да? Достаточно логично Есть люди С разными Психологическими чертами И Скорее всего Психологические черты Так или иначе Влияют на Намерение заниматься спортом и как результат на спортивное поведение. Да, ученые провели исследование и пришли к поводу, что так оно и есть. Технологические черты могут влиять на эти параметры. Какие черты были рассмотрены? В исследовании было рассмотрено три черты. Невротизм, экстраверсия и третья черта – добросовестность. Так вот, исследования показали, что экстраверсия и добросовенность положительно коррелируют с намерением заниматься спортом, а невротизм отрицательно коррелирует. То есть, чем более добросовестный человек, тем более, судя по всему, он будет придерживаться своим программам, своим желаниям и своим намерениям и личным установкам, тем больше шансов, что у него будет более длительное и положительное спортивное поведение. То же самое верно по отношению экстраверсии. Итак, вот эта приблизительная схема, это все, что мы нарисовали, модели, которая называется теорией запланированного поведения, расширенной теорией запланированного поведения, которое позволяет предсказывать и анализировать спортивное поведение индивида в будущем. Еще раз я повторюсь, как модели это работают на практике в исследованиях, можно с помощью специальных опросников, которые запланированы, посчитать численное значение каждого из этих параметров. Оценив значение этих параметров, можно так или иначе, с помощью специальных шкал и техник, оценить вероятность спортивного поведения или сравнить эту вероятность с помощью, извините, сравнить эту вероятность с вероятностью заниматься спортом для другого индивида. Соответственно, с помощью такого анализа, кроме того, чтобы производить всякие прогнозы и оценки, мы можем находить слабые места, или те места, где стоит тренеру или спортивному психологу или самому индивиду обратить наибольшее внимание. Как мы уже говорили, что может быть, что, допустим, это хорошо, это хорошо, а личные установки отрицательны. И тогда вместо того, чтобы тратить свое время на того, чтобы большой плюс превратить тут в очень большой плюс, может быть, что понадобится тут минус, который перевешивает, превратить в плюс. Соответственно, эта модель, она также полезна для тренера или для того человека, который мотивирует своего подопечного, своего клиента заниматься спортом. Она также может быть полезна для супругов, которые хотят уговорить своих супругов заниматься спортом. Ну, эту модель тоже получила достаточно много положительных отзывов. Например, ее исследовал РОД в 2004 году, который и показал, что стоит включить черты личности, добавить в эту модель, и тогда она становится немного и более эффективной. Например, кроме этого, Валанс в 2005 году показал, что эта модель эффективно предсказывала спортивную вовлеченность для группы пациентов в больнице, которые болели неходжкинковой лимфомой. Так вот, эта модель оказалась эффективной для того, чтобы предсказывать их поведение. То есть эта модель работает не только на здоровых индивидах, но и на тех, которые находятся на тех или иных стадиях лечения. Еще несколько слов. Эта модель, кроме того, что она используется для предсказания эффективности в спорте, она нашла свое применение и в других областях. Например, она успешно используется при контроле курения. То есть все те же самые этапы, может быть, черты личности другие. И вместо того, что здесь спортивная самая эффективность, эффективность общая, можно использовать эту модель для анализа эффективности процесса прерывания курения, то есть бросания вредной привычки. Также есть исследования, которые показали эффективность этой модели при использовании ее для контроля рождаемости или при контроле заболеваний и других вредных привычек. Если вы хотите более детально ознакомиться с этой моделью, то лучше всего перейти на сайт Айзена, в котором есть и полное описание этой модели, и также приводятся тесты, которые позволяют получать здесь более конкретные оценки. Численные конкретные оценки. На этом мы с вами закончим обсуждать эту модель. И на следующем уроке мы перейдем к самой, по-моему, новой и актуальной модели, которая объединила в себя другие модели. Поэтому она называется транстеоретическая модель. Всего хорошего!